сейчас мы посмотрим как сканер зенит z5 работает с автомобилем бмв выбираем марку выбираем автоматический поиск сразу у нас выводится информация об автомобиле это f25 вин код показывается нажимаем ok и переходим в систему специальных тестов в данном случае у нас жалоба есть на проблему с аккумулятором проблему с пуском двигателя на холодную и среди меню специальных тестов сканера зенит z5 есть функция проверки аккумулятора заходим в меню регистрация замены аккумулятора выбираем специальные функции и выбираем функцию проверки состояния аккумулятора здесь у нас показан пробег автомобиля текущая емкость аккумулятора и три теста вернее два теста и завершения теста первое это состояние заряда за последние пять дней нажимаем f1 обратите внимание на счетчик по дням и среднее состояние зарядки аккумулятора то есть здесь видно что за последние пять дней средняя была зарядка 49 процентов последняя зарядка это 60 процентов что говорит о том что в принципе аккумулятор не в очень хорошем состоянии следующая проверка это гистограмма состояния за это зарядки по часам в течение которых аккумулятор находился либо в сильно разряженном либо в нормальном состоянии здесь видно что в основном автомобиль эксплуатируется с аккумулятором зарядкой 50 70 процентов но некоторое количество времени батарея была полностью разряжена что говорит о том что владельцу автомобиля стоит подумать о ближайшем замене аккумулятора в ближайшее время ну и функция f3 она просто завершает выход из этого теста давайте посмотрим теперь как сканер зенит z5 работает с разными системами то есть после того как мы вошли в автомобиль бмв он сразу предложил нам список из разных систем которые он поддерживает по вин коду данном случае мы уже посмотрели что такой режим супер зарядки системный поиск и мы можем сразу перейти специальные функции можем посмотреть система привода шоссе и кузовной электроники в данном случае у нас есть ошибки в блоке управления двигателем заходим туда читаем ошибки сканер показывает коды ошибок описание их информацию о том что это исторические коды и нажатием на эту кнопку мы можем так сказать перевести выверни про зайти в интернет и посмотреть более подробную информацию об этих кодах и о порядке их устранение ремонта из интернета также здесь есть функция перевода и если наш прибор подключен к интернету то мы можем запустить google переводчик который определит коды ошибки автоматически и из интернета подтянет автоматически русский перевод на данном случае мы находимся в автомобиле у нас нету подключение к интернету поэтому данная функция у нас сейчас не сработает и сейчас мы попробуем провести удаление тех кодах и ошибок нажимаем кнопку f3 предупреждение о том какие условия для удаления этого кода ошибки нажимаем ok кода ошибок у нас устранены мы заходим в память и проверяем их снова в данном автомобиле у нас сейчас кодов ошибок нет далее мы можем посмотреть параметры параметры у нас собраны по группам во первых все что связано с управлением двигателя вот те параметры которые как обычно мы можем посмотреть либо более подробно выбрать и перевести в графический режим если это нам нужно принципе так же как и на других автомобилях мы можем провести запись посмотреть ее мы можем здесь провести активацию исполнительных механизмов и мы можем провести специальную функцию далее провести компенсацию впрыска сбросить адаптации сбросить адаптации системы ванас определить конфигурации компонентов которые установлены на автомобиль сделать адаптацию подачи топлива ну и так далее в том числе тесты готовности по воды протоколы и последнее меню двигатели это у нас информация о блоке управления в принципе точно такое же меню у нас и по другим системам тоже это в группе привода у нас все что связано с управлением двигателем и трансмиссии в в меню шасси на все что связано с подвеской это система стабильности абс информация об усилителя руля и в кузовной электронике все что связано с мультимедией печкой креслами электроника дверей и так далее а а а Редактор субтитров А.Семкин